Истощенная печалью от мысли о своем муже, лежащем в коме, Каролина соглашается на поездку за город со своим верным другом Питером. Каролина, отключи! Каролина? Что ты здесь делаешь? Да так, ничего особенного. Что вот это? Это цветок лотоса. Я выцерпала его здесь в детстве. Отец меня так называл. Он говорил, что я стану прекрасным цветком, когда распущусь, который все захотят сорвать и загубить. Но он так и не увидел, каким цветком я стала. И губит меня совсем не это. А что? Я сама. Своим упрямством и гордостью. Возможно, если бы не мое поведение, то отец бы сейчас был рядом. На, иди в дом. Давай завещаем. Ай, больно. А я думала, здесь полно пыли и грязи, и вообще не убрано. Видимо, ты совсем мало общаешься с Амандой. А что не так? Ну, тогда бы ты знала, что этот дом она сдает. Местные ей в этом помогают. Да. Видимо, мы вообще мало с тобой общаемся. Что? Не важно. Тебе нужно почаще общаться со своей матерью. Тогда бы ты узнала о своем отце. Мне это ни к чему. Ладно. Ты себе комнату выбрала? Каролина, а? Что? Я говорю, комнату себе выбрала. Выбери сам. Ладно. Держи. Ну, как тебе вино? Мне нравится. На, действительно, неплохое вино. Ты знаешь, в этом толк. Не то, что я. Вечно беру первое попавшееся. А потом, открыв, разочаровываюсь. А зачем тебе это нужно? Что? Ну, разбираться в алкоголе. Я думаю, это тебе совсем не нужно. Да, ты прав. Ведь, когда я дома, я пью то, что берет Роберт. А сейчас, когда я покупаю сама, я даже сама не знаю, что беру. Ты пьешь в одиночестве? Последнее время, да. Я не могу расслабиться. И даже сейчас на душе как-то тревожно. Кстати, а ты в курсе то, что здесь нет связи? Нет, я не смотрел. Зато я смотрела. И ее здесь вообще нет. Я даже не знаю, что делать. Завтра надо будет куда-то выехать и попытаться дозвониться. А может, это и к лучшему? К лучшему? Я не могу не знать, что происходит. Я каждый день рядом с ним. А сейчас меня нет. А вдруг он очнулся? И ему скажут то, что я уехала с тобой? О, Боже. Ну что не так? Я уехала в неизвестном направлении. Вдвоем с тобой. Господи, какая же я глупая. Ой, ну не говори глупостей. Мы должны ехать. Перестань. Каролина, в конце концов, мы же с тобой не за границей и не на море. И всего лишь на пару дней. И только для того, чтобы ты пришла в себя. Слушай, у меня есть идея. Давай завтра, когда выспимся и позавтракаем, мы пойдем с тобой в горы. Подышим свежим воздухом, погуляем. Ты же знаешь здешние места? Да, знаю. Ну вот и отлично. А теперь скажи, ты успокоилась? Все хорошо. Да, извини меня. Действительно, это все как-то глупо. Ты прав. И я благодарна тебе за то, что ты нашел время и проводишь его со мной. Да мне не трудно, мне только за радость. И ты же знаешь, что я всегда готов быть рядом с тобой. Ты прав. Время уже поздно и нам завтра рано вставать. Я пошла спать. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Питер. Питер. Я же знаю, что ты не спишь. Я войду? Нет, я не одет. Ты думаешь, меня это смущает? Спускайся вниз, посидим у камина. Мне что-то спать не хочется и мысли дурные в голову лезут. Хочется уже побыстрее вернуться домой. И узнать, как там Роберт. Ты давай иди, а я сейчас спущу. Хорошо, я жду тебя внизу. Что ты делаешь? Что с тобой, Питер? Со мной? Ты действительно хочешь знать, что со мной? Ты не в порядке, тебе надо принять. Помолчи, вот сейчас ты помолчишь и послушаешь меня. Скажи мне, сколько лет мы с тобой знакомы? Семь лет. Восемь лет мы с тобой знакомы. И все эти восемь лет я не был просто другом. Я влюбился как мальчишка и был готов на все ради этой любви. Слышишь? На все. Но нет, ты повесила на меня бирку друга. А потом ты вышла замуж из-за кого? За человека, который не достоин тебя. И вот Роберта почти не стало. А я снова слышу Роберт это, Роберт то, пятое, десятое. Что случилось, а? Жалость или что? Ты не встань. Тише, тише. Ты делаешь мне больно. Тише, тише. Но я люблю тебя. Маленькая моя. Я на все готов ради тебя, слышишь? Тише, тише, как давно я хотела. Тише, тише. Каролина. Каролина, куда ты бежишь? Каролина. Каролина, постой. Каролина, подожди. Глупая женщина. И чего ты добилась, а? Чего ты добилась этой прогулки? Скажи мне. Черт, блин. Черт, блин. Господи. Ты же еще один ада. Слышишь, Каролин? Ты еще один ада. Господи. Господи. Что же тебе? Неужели так все кончится? Я прошу тебя, не молчи, ответь хоть что-нибудь. Я тебя не трону, можешь быть уверена в этом? Я уже ни в чем не могу быть уверена. Я же обещал, что не трону тебя. Каролина, пожалуйста, прости, слышать, пожалуйста. Я умоляю тебя, давай дощем все сначала, слышишь ты это или нет? Питер, у меня болят ноги, я замерзну. Может, вы пойти у тобой? Хорошо. Хорошо. Отдай мне ключи от машины. Питер, прошу, отдай мне ключи. Не подходи ко мне. Что это? Это мера предосторожности, не более. Какая мера? Я рассказал, что не тронуться. Не подходи, я не верю тебе. А как же я? Ты останешься здесь. Ты не можешь так бросить меня. И я уеду. Я не хочу оставаться здесь ни минуты. Каролина. Молчи. Скажи мне лишь одно. Все что угодно. Только не уезжай. Нет. Я уеду. Что хочешь спросить? Женщины, что звонили Роберту. Это все ты, верно? Я так и думала. Какой же ты мерзкий. Субтитры сделал DimaTorzok. Молчи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok